Жители 33-го дома на Дружбы Народов каждый день делают зарядку, причем утром, днем и вечером. Но не на свежем воздухе, а в подъезде. Не надоело ли бегать пешком на пятый этаж? Да, мы встаем. Я не знаю, как на девятый ходят. Извините за это самое. Уже нам обещали неделю назад. Недели две, три, наверное, тут были рабочие. Сейчас их нет уже неделю, наверное, может даже больше. И вот у нас как лифт стоял, так и стоит. Как мы не ездим, так мы и не ездим на нем. Но не все недовольны сложившейся ситуацией. Некоторые извлекают пользу от прогулки пешком. Есть в этом своя прелесть. Делятся жильцы. Новый исправный лифт и того стоят. Я спортивный человек, мне не сложно. А вот бабушкам, наверное, будет потяжелее. Вот такие вот дела. Жители девятого этажа жалуются. Тишина, тихо. Я очень рада, что здесь устанавливают такой шикарный лифт. У меня, во-первых, невысокий этаж, поэтому мне не составляет никаких неудобств. Но раз надо менять, значит, надо. Безопасность людей, мне кажется, это важнее. Что это будут за подъемники? Главный вопрос, который сегодня интересует жителей девятиэтажки. Как нам сообщили специалисты Стругутской фирмы, конструкции будут оснащены фотошторами, чтобы пассажиров не зажало дверями. На каждом этаже установлен индикатор местоположения. Многофункциональные кабины прослужат 25 лет. Три лифта по улице Дружбы Народов 33 смонтировали досрочно. Завод Могилев Лифмаш, срок эксплуатации у него 25 лет. Данный лифт оборудован частотным преобразователем главного привода, привода дверей, что увеличилось срок службы. Также для маломобильных групп населения предусмотрен проем 800 мм расширенный. Также шлифт Брайля. Перевести дух жильцы смогут уже в первых числах следующего месяца, когда в город приедет делегация из Югорского фонда капитального ремонта. Приемка завершится и оборудование тут же запустят в работу. А пока обитателям девятиэтажки придется набраться терпения. Юлиана Сотник, Николай Горкуша. Специально для новостей.